Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТУСУ новости в студии Гульмира Тимиргалева. Сурдоперевод обеспечивает Айгур Стамбекова. В неочередная 30-я конференция городского филиала партии Нур-Утан прошла в Талдыкургане. В ней приняли участие 63 делегата. В ходе дебатов 16 кандидатов в Можилис и областной Маслихат изложили многие вопросы, волнующие население. На повестке дня преимущество предлагаемых идей, ход их реализации. Темы выступающих самые обширные. От снижения безработицы и развития малого-среднего бизнеса до снижения преступности. По итогам голосования 8 лучших кандидатов избираются на 27-ю конференцию Алматинского областного филиала партии Нур-Утан. Для голосования за кандидатов установлены 6 кабинок. Соблюдались все санитарные нормы. Получающие именно голоса будут направлены в Можилис и депутатами Маслихата области. И сегодня мы утверждаем список на областную конференцию. По результатам сегодняшних голосов назначены будут депутаты Можилиса и областного Маслихата. По мере того, как вторая волна глобальной эпидемии набирает силу, медучреждения Алматинской области ведут усиленную подготовку, пополняя запасы кислородных аппаратов, лекарств и другого необходимого арсенала средств. С текущей ситуацией в регионе на примере Капшагайской городской больницы ознакомились корреспонденты во время пресс-тура. Подробности в сюжете. Визит в Капшагайскую городскую больницу начался с фильтра отделения, куда в начале своего лечения попадают все больные с коронавирусной инфекцией. В так называемой красной зоне находится весь арсенал современной аппаратуры, необходимой для первой помощи пациенту. Соблюдены и все санитарные требования. Это ЭКГ-аппарат. Это дефибриллятор. Используется при остановке сердца. Это ЭВЛ. Все процедуры мы выполняем на месте и только потом на каталке поднимаем пациента в реанимацию. Самым важным для пациента является квалифицированная помощь врача. Немаловажную роль в лечении играет и наличие медикаментов. Их запас в достатке благодаря инициативе местных предпринимателей. За счет собранных ими 35 миллионов тенге больничный фонд лекарственных средств пополнен на полгода вперед. Я считаю, что готовность ко второй волне стопроцентная. Почему? Потому что мы научились уже лечить коронавирус. И поняли, что необходимы, какие препараты. И поэтому, благодаря поддержке Акимата области, Акима города Копчегая, Управление здравоохранения Алматинской области, мы сейчас готовы ко второй волне. На сегодня 14 местных аптек Копчегая полностью обеспечены медикаментами. Цены на препараты находятся под контролем местных властей и мониторинговых групп. Стоит отметить, в последний раз здесь было зарегистрировано 18 случаев завышения цен. Правонарушители понесли заслуженное наказание. Мы заключили договор с 14 аптеками города. В настоящее время напрямую работаем с ними. Кроме того, мониторинговые группы отслеживают нарушения по части повышения цен на 60 актуальных препаратов, стоимость которых должна оставаться стабильной. На базе городской больницы Копчегая создан провизорный центр на 90 койко-мест. Открытый изолятор в здании спортивной школы. В совокупности количество коек доведено до 340. За счёт модернизации кислородной станции теперь подача медицинского газа будет осуществляться напрямую через подводящие трубы. Таким образом, оксигеном обеспечены порядка 128 потенциальных пациентов. В городе Копчегая есть две кислородные станции. Там производят заправку кислородом всех баллонов. Далее эти баллоны распределяются по отделениям больницы. К тому же проведена модернизация. Сейчас во все отделения терапевтическое, реанимационное и детское протянули кислород. До недавнего времени больных коронавирусом капшагайцев госпитализировали в Янбикши, казахский район. Сегодня же центральная больница Копчегая в состоянии обеспечить должным лечением своих пациентов благодаря дооснащению. Приобретено 22 ИВЛ-аппарата и 30 кислородных концентраторов. Шестью современными кроватями и необходимым оборудованием оснащено и реанимационное отделение. В реанимационном отделении работает четыре сотрудника, заведующие и три дежурных врача. У нас есть всё необходимое для работы – лекарственные препараты и аппаратура. Вначале мы подаём пациенту увлажнённый кислород. В случае ухудшения состояния переводим его на ИВЛ-аппарат. Здесь созданы все условия для спасения пациентов. Первая волна пандемии унесла 28 жизнников-шагайцев, среди них и один врач. В целом опасным вирусом заразились 15 медработников города. Всего в Алматинской области официально зарегистрировано свыше 5000 фактов заражения КВИ. Актуальный на сегодняшний день вопрос на постоянном контроле главы региона Аманды Кабаталова. На борьбу с опасным вирусом выделено свыше 13 миллиардов тенге, из них порядка 8 миллиардов 800 миллионов на подготовку ко второй волне. В настоящее время количество приобретённых аппаратов ИВЛ составляет более 1000 единиц. В области построено 13 кислородных станций, подготовлено 5280 коек. К 8 действующим ПЦР-лабораториям подключатся ещё 3. Пополнен и стабфонд лекарств. Уже заключён договор на дополнительный закуп 30 наименований лекарственных и медицинских изделий на 500 миллионов тенге. Учёные Алматинской области выращивают яблоневый сад на трудных землях. Научно-практический проект нацелен решить сразу две насущные проблемы. Это освоение непригодных для сельского хозяйства земель и выращивание яблоки сиверса. Как известно, в природе этот дикий сорт почти не встречается в чистом виде из-за антропогенного фактора. С развитием отрасли плодоводства ознакомилась и наша съёмочная группа. Казахстан, как ни крути, аграрная страна. И главный её ресурс – земля. Однако высока доля предгорных, неудобных под интенсивные сады земель. Найти применение бесхозной местности сумел доктор сельскохозяйственных наук Амангельда Апушев совместно с профессором Сергеем Олейченко. Базой проекта выбрано крестьянское хозяйство Ивана Хишкова в Ембекши-Казахском районе. Здесь на 30 гектарах неудобиц высажены 12 сортов отечественных яблок на подвое сиверса. Ещё 30 гектар такого же сада в качестве внедрения высадили сами аграрии крестьянского хозяйства. Данный научный проект решит не только проблему непригодных под сельское хозяйство земель, но и затронет вопрос импортозамещения. Казахстан ежегодно импортирует от 130 до 160 тысяч тонн яблок, а обеспеченность внутреннего рынка составляет только 50%. Как известно, яблоняя сиверса миллионы лет адаптировалась к горным местностям. Она устойчива к ветродую, к засухе, поэтому просто вернули её к родным условиям. О потенциале сиверса и вправду можно говорить бесконечно. Это прародительница всех ныне известных сортов яблок, плод которой пережил динозавров и природные катаклизмы тысячелетий. В отличие от культурных сортов, сиверс способен противостоять болезням и бактериальному ожогу, а благодаря глубоким корням яблони выдерживают критическую температуру от минус 40 до плюс 40. В ходе проекта активно применяются инновационные агротехнологии для сохранения и восстановления плодовых культур. На подвое сиверса мы получаем качественный, устойчивый к болезням посадочный материал. При посадке корни саженцев обрабатываются гидрогелем с питательными веществами. А чтобы сформировать деревья с невысокой кроной высотой не более трёх метров, применяется технология сдавливания почек и побегов. Основное финансирование проекта взяло на себя Министерство образования и науки Республики Казахстан, которое вложило в проект 221 миллион тенге. Дополнительно свыше 10 миллионов инвестировал глава крестьянского хозяйства Иван Хишков. За три года существования проекта учёные добились практически стопроцентной приживаемости саженцев, а урожайность экспериментального сада от 20 до 40 тонн яблок с гектара. По словам главного научного сотрудника Сергея Алейчинга, приобретённый опыт послужит возрождению садового пояса «Житсу». Амфитеатр имени Абая появился в Центральном парке Моногорода Текили. Теперь здесь, под открытым небом, можно будет проводить различные концерты, торжества, театральные постановки. А в обычные дни просто отдохнуть от повседневной суеты, говорят ответственные лица. Новый центр притяжения горожан и гостей города рассчитан на 228 посадочных мест. Сооружение выполнено в античном стиле и напоминает древнегреческие театры. Его открытие приурочено к 175-летию великого мыслителя Абая. Строительные работы начали в апреле этого года. На реализацию проекта из местного бюджета выделено 154 миллиона тенге. Его можно назвать не только объектом культуры, где можно проводить концерты, но это на самом деле еще и архитектурный объект, очень красивый, который видно со всех сторон в городе Текили. Его окружают горы, это живописное место. Поэтому это будет одним из центров творчества, одним из центров реализации творческих способностей жителей города Текили. Смех «Лучшие лекарства» в областном центре прошел региональный фестиваль КВН «Жайдарман» на Кубок Акима Алматинской области. Десять сильнейших команд оспорили звание самых веселых и находчивых. Подробнее в материале нашего корреспондента Дамира Анитова. В мероприятии приняли участие 10 команд. Пять из них сборная Алматинской области, а также группы из Алматы и Шымкента. Все они прошли отборы на районном уровне. Хедлайнером шоу стал бессменный ведущий лиги «Жайдарман» Есений Левкен. Ежегодно Управление по делам молодежи проводит конкурс по КВН. Мы решили, что и этот год не станет исключением. В мероприятии участвуют лучшие из лучших. Наши жюри – это популярные в области люди. Победители «Жайдарман», журналисты, общественные деятели и другие. Подготовка всех команд на высоком уровне. Хотя пандемия и превратила конкурс веселых и находчивых в зону риска, однако мероприятие прошло в необычном формате. Зрители использовали маски и соблюдали социальное дистанцирование. Для остальных же любителей добрых шуток и задорного юмора велась прямая трансляция в соцсетях. По итогам конкурса Кубка Акима области, а также 300 тысяч тенге, удостоилась команда из Шымкента «Шымкент миллион». Второе место заняла команда из областного центра «Талтхурган Шапалах». И тройку лидеров закрыла команда из южной столицы «Мэйд ин Ату». Все призеры удостоились благодарственных писем. Тамир Анитов, Жайк Хурманбаев, Телеканал ЖИЦУ. Семья мастеров создает шедевр прикладного искусства. В доме Есенкуловых из поселка Агдала Туркестанской области прикладным искусством занимаются все – и дети, и родители, передает Хабар-24. Творить Есенкуловы любят в тандеме. Отец и старший сын работают с деревом и камнем, изготавливают посуду и музыкальные инструменты, и различные скульптуры. Мать семейства их красит и придает им эстетический вид. Работы регулярно оказываются на всевозможных конкурсах. На одном из таких они выиграли государственный грант на 3 миллиона тенге и оборудовали собственную мастерскую. В ближайшем будущем семейство планирует открыть школу и обучать прикладному искусству всех желающих. Инвалид вынужден работать курьером в Кокшитау. Примером для подражания стал Ержан Исполов из Кокшитау, сообщает Хабар-24. 39-летний инвалид второй группы работает курьером, ежедневно накручивая десятки километров на велосипеде. Из-за социального статуса найти постоянную работу мужчина не смог, но не испугался трудностей. Трудовой график Ержана с 9 утра до 7 вечера. Зарплата около 3 тысяч тенге в день. Не помеха работе, даже не погода. В дождь, говорит, есть возможность сделать небольшой перерыв. В сильные морозы согреться чашкой горячего чая. Ержан строит большие планы на будущее. Мечтает купить автомобиль, сделать карьеру в этом бизнесе. А там, глядишь, и собственное дело удастся открыть. После подписания мирного соглашения, достигнутого между Баку и Ереваном, при посредничестве Москвы, армяне покидают районы Нагорного Карабаха, которые переходят под контроль Азербайджана. Что могут увезти, берут с собой. Остальное бросают, а дома поджигают. Азербайджанские власти обещают обеспечить армянам Карабаха права на мир и достойную жизнь. Но в это уезжающие не верят и говорят, что при новой власти жить здесь будет опасно. 315 дронов одновременно поднялись в небо над Сеулом. С помощью фигур пилотажа правительство Кореи решило подбодрить жителей страны. Ведь уже 7 дней число вновь выявленных случаев коронавируса ежедневно превышает сотню. А 12 ноября суточный прирост инфицированных стал максимальным за два месяца – 191 человек. Первое подобное шоу в Сеуле провели 4 месяца назад. Тогда использовали на 15 дронов меньше, и их полет был на 2 минуты короче. В Министерстве транспорта решили проводить такие шоу несколько раз в год. Темой следующего шоу дронов станет коронавирус. Но какие фигуры покажут беспилотники, будет зависеть от состояния борьбы с COVID-19. Море зелени и цветов. Сад чудес в Дубае снова приветствует посетителей. Здесь великое множество кустарных скульптур – от слонов до персонажей диснеевских мультфильмов. Нельзя пройти мимо и не восхититься цветочным Airbus A380. Отметим, данная масштабная инсталляция внесена в Книгу рекордов Гиннеса. Сад чудес – одно из любимых мест для встреч и прогулок. Каждый сезон, а это уже девятый, цветочные композиции обновляются. Увидеть эту красоту можно и с середины ноября по май. Сад чудес в Дубае ежегодно посещают полтора миллиона человек. Палдыкурганский волейбольный клуб в борьбе за лидерство одержал победу над командой из Павлодара. Это матч третьего игрового дня первого тура чемпионата Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги. Обзор схватки между клубами «Иртыш» и «ЖТСУ» подготовил наш корреспондент. В этом году Павлодарский клуб претерпел значительные изменения. Вся команда полностью омолодилась. На площадку вышли спортсменки от 2000-х годов рождения. Первый сет «Иртыш» начал уверенно. Были и хорошие подачи, и атаки. Отлично сыграл Блок. Но игра шла против клуба на несколько классов выше. Первую партию «ЖТСУ» завершили с разгромным счетом 25-14. В этом году мы совсем омолодили состав. Играем полностью воспитанниками нашего Павлодарского волейбола, нашей области. То есть девочки совсем молодые, еще не обстреляны. Но хотя у нас есть там игроки, которые поиграли уже. Есть со сборной молодежной команды пару девчонок. Но остальные пока у нас втягиваются. Для меня, то есть, было самое главное, чтобы девчонки у нас не боялись. То есть, там, серьезный соперник, конечно, чемпионы Казахстана. Поэтому я удовлетворен игрой. Да, практически все партии до середины мы хорошо играем. На концовку пока не хватает. «ЖТСУ» в свою очередь вновь порадовал болельщиков отличной игрой, одержав победу в двух партиях с большим отрывом и вырвавшись вперед на 9 очков. Тренер дал установку забрать 3 очка. Главное победить в 3 партии и пойти домой забрать свои очки. В целом, да, без паники, спокойно пришли, сделали и ушли. Отметим, в этот же день Куаныш обыграл Караганду со счетом 3-0. Алтай разгромил Астану. Алматы выступил против Алтая 2. Победа за ежанами. Алексей Цу, Иржан Дюйсин, телеканал ЖТСУ. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова